АПЛОДИСМЕНТЫ С учетом позднего времени, я думаю, что это будет вряд ли доклад. Я постараюсь кратко сказать по обсуждаемой теме. Ну и, конечно же, мою задачку упростил до невозможного Евгений Викторович, потому что у него настолько глубокий аналитический доклад сделан, что по этой проблематике, а она, в общем-то, базовая по нашей теме, сложно что-то добавлять. Я лишь вот скажу вам о том, что в свое время у меня была такая беседа с вице-премьером Китая Ван Яном как раз по этой проблематике. И здесь удивительно точно сошлись наши взгляды на происходящее. Я ему как раз пытался показать, что вот есть некая обобщающая такая координата. Это учетная ставка, из которой вытекает в конечном счете мегаполисная урбанизация, в которую сегодня вписан Китай однозначно. И я ему пытался показать, что это и есть давно проверенный способ организации цивилизационного коллапса. Это известно еще со времен Древнего Рима. Это у нас такой был приватный разговор, хотя тогда была большая делегация из Китая в нашем университете. Но эту тему мы с ним обсуждали приватно, с глазу на глаз, что называется. Но он был так, в общем-то, удивлен и сказал, что я обязательно донесу этот вопрос до премьера. По крайней мере, так мы расставались. Но вопрос этот настолько сложен в продвижении. И вот Евгений Викторович об этом говорил неоднократно, что достучаться до тех, кто продвигает эти проблемы, практически нереально. Ну и, конечно же, эта тема и раньше понималась. Вы наверняка помните работу экономиста Агрария Чаянова и его фантастический такой есть роман «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Он описывает тогда далекий для него 1965 год и говорит о том, что наконец-то человечество прозрело. Был принят закон, запрещающий строительство городов численностью более 350 тысяч человек. В Москву, значит, при этом он описывает в своем этом фантастическом произведении «Зачистили», и она стала представлять собой в основном садовое пространство. Он говорит, что города вообще по теории должны быть местом сборки, куда приезжают учиться, в музеи, в театры, но там никто не живет. Там живут только те, кто обслуживает приезжающих. Но это не место для жизни. И это очень глубокая мысль, потому что мы должны отталкиваться, в конечном счете, от генетического потенциала нации. Потому что какими бы прибылями и богатствами мы не владели, будущее наше определяется генетическим потенциалом нации. Он не воспроизводится в бетонных коробках и в техногенных полях. И вообще слово «богатство», оно же ведь не случайно однокоренное со словом «бог». И вот в этом смысле Бог нам дал очень многое. И самая наша большая ценность – это, безусловно, наши природные ресурсы, которые сегодня просто брошены. И хочется верить, что вот такие встречи, как сегодня, они, в общем-то, ведут нас в конечном счете, формируют какие-то хотя бы тенденции в этом направлении, когда мы поймем, что в действительности является самым главным богатством нашей страны. Потому что Запад сегодня уже имеет кое-какие представления. Там есть ведь такой показатель – коэффициент дебетонизации территории. Потому что забетонировать, заасфальтировать – это можно. Но получить назад то первозданное, что досталось нам от Бога – это нереально. И вот рано или поздно при изменении тенденций развития человечества это выйдет на первый план. А, конечно же, если говорить об основах того, что нужно, чтобы вернуться к истотной экономике, к экономике развития человека и общества, в конечном счете, то ведь мы либо прибыль зарабатываем, либо развиваем человека. Так вот этот второй вариант, он единственный, если говорить о долгосрочной цивилизационной перспективе, а не перспективе десятка лет или там нескольких десятков лет для такой государственности, тем более как наша, то вот, конечно же, всем очевидно сегодня, что основа вот этого совершенно неприемлемого пути, который был у Евгения продемонстрирован, конечно же, это ориентация на прибыль и либеральная рыночная экономика. Она, в принципе, не может формировать иные тенденции по определению. Все остальное лишь под легким нажимом. Вот, поэтому действительно нужна иная экономика, экономика, базирующаяся на иных уже духовно-нравственных ценностях. А дальше, как мы уже говорили, значит, иная нравственность, иные смыслы и цели, иная концепция, иная культура, иная правовая культура, иная экономика. И вот эта новая экономика, которая сегодня вынесена на первую страницу нашей конференции, это единственная альтернатива, в общем-то, коллапсу нашей русской цивилизации. И мне очень хотелось бы, чтобы людей, понимающих, это становилось бы все больше и больше. Здесь действительно многие вещи, вот, они настолько очевидны, если чуть-чуть там поглубже посмотреть, но они как-то пока нами не до конца осознаются. Вот возьмите те же самые схемки, которые рисовал, в общем-то, и Грошев, и вот у Евгения, они тоже были, насчет ресурсных возможностей вот этого нижнего слоя. Ведь в конечном счете, мы должны с вами понимать, что именно этот слой и является конечным инвестором. Когда банк вкладывает деньги в какой-то инвестиционный проект, ну вот вложили они миллиард рублей в какой-то новый продукт, скажем, запустилась эта фабрика, но кто вкладывает в конечном счете, так потом банк-то возвращает эти деньги, а откуда он возвращает? Это из наших с вами карманов. Если бы мы с вами были поумнее, так мы этот проект могли бы сами реализовать. Потому что банк – это такое промежуточное звено между нами и производителем в конечном счете. Ощутить вот это, точно так же, как и действительно строительство новых поселков. Вчера буквально мы вот с Сергеем Грошевым посетили такое место, где вот у него пока еще мечта, но уже мечта, значит, осмысленная – сформировать такое поселение нового типа. Это у горы Верблюд, в общем, там недалеко совершенно находятся все так называемые вот эти точки нынешней цивилизации. Но это так красивейшее место, чистейшая вода родниковая, причем такая питьевая, открываешь, она под огромным напором просто идет. После того, когда вот эти картинки неприемлемости жизни в нынешней среде как-то будут осмыслены на более глубоком таком уровне, я убежден, что сегодня найдется масса желающих формировать иной образ жизни. И для этого действительно ничего не нужно, кроме нашей собственной осознанности. То есть мы должны понимать, что если мы хотим свою родовую линию сохранить, и хотим сохранить свою цивилизационную идентичность, то нам просто нужно начинать жить иначе. Я хочу сказать, что вот до Пятигорска я побывал в Осетии, много интересовался до этого Осетией, но впервые оказался в этой стране. И, конечно же, тоже очень много удивительного для нашего времени. Много такого поучительного из недалекого прошлого. В Осетии очень сильна и по сию пору так называемая народная религия. Ведь вот потому что... Я почему эту тему хочу затронуть? Потому что все, что с нами происходит, в основе, конечно же, лежит наш мировоззренческий стандарт. Первый приоритет обобщенных средств управления общественными системами. То, как мы понимаем мир, как мы понимаем мироздание Бога, человека, перевоплощение после ухода из жизни. Вот от этого все зависит. И вот эта народная религия, она у них очень глубока. Там ведь как вот идет разграничение, это основное, как есть, скажем, аврамические религии. Иудаизм, христианство, ислам. Все они построены на чем? Что есть Бог, как надмирная реальность. Есть сотворенное им тварное мироздание, человек, созданный из праха, из глины и так далее. То есть два абсолютно разных уровня. И человек, он при этом предстает как вот нечто, что может, как часто нам говорят, нужно просто верить свою судьбу Богу и свою волю, значит, парализовать, отдав ему не совсем верные ориентировки. Но, а у них так, у них вот все сущее на земле, включая человека, это, собственно, то есть есть, если в аврамических представлениях мир дуален, то у них мир един. И весь, все тварное мироздание, точно так же, как и человек, это просто явление, которое возникает, это возникает как проявление вот этой самой единой божественной энергии, энергии света. Она едина. Она может быть в форме вакуума, может быть в форме эфира, может быть в форме земного шара, может быть в форме человека. Это проявление вот этой божественной сущности. И такие люди совершенно иначе смотрят на свою судьбу. Они уже не смотрят вот куда-то туда наверх. Они понимают, что они это и есть тот самый уровень. И они отвечают за себя, они отвечают за свою судьбу, они отвечают за свои устремления. Это позволяет как-то иначе позиционироваться вот осетинскому народу. Но вы знаете, сколько таких незаурядных выходцев этот народ породил. Чего только стоит, скажем, Плиев, Исса, которому во времена Карибского кризиса, это впервые, наверное, в истории человечества, в одних руках находилась ядерная кнопка. Ядерная кнопка, всегда вы знаете, три человека. Президент, министр обороны. В общем, три ключевых фигуры только вместе могут активировать кнопку ядерного чемоданчика. Так вот, в тот момент, в момент Карибского кризиса, вот этому человеку из Осетии, понимающему, что такое мироздание, что такое Бог, что такое человечество, в одни руки была отдана эта кнопка для оперативности. Хрущеву было такое принято решение. Почитание вот таких своих древних обычаев во многом формирует этот народ. Один только пример. Нардские сказания – это эпос осетинского народа. Ну, это как наши русские сказки, это тоже кладезь мудрости нашей народной. Кстати, там в одной из книжечек я у них прочитал очень верную фразу. Они говорят, народные сказания, мифы, они гораздо ближе к реальной истине, чем все научные открытия. И это очень так серьезная такая мысль. Так вот, нардские сказания, они были впервые обобщены и изданы, вы удивитесь, но это было в 46-м году. Вы представляете, что произошло? Год только прошел после окончания войны. Сколько было абсолютно неразрешимых проблем. И в это время при содействии, в общем-то, Иосифа Виссарионовича Сталина формируется впервые вот свод всех нардских сказаний. Сейчас они переизданы в очень хорошем переплете. Ну, Сталин был по отцу осетин, а у осетинского народа отцовство. Ну, считается, дети по отцу. Вот. И там сейчас пытаются возродить традицию народных сказителей. Вот у нас, вы знаете, волхвы, калики, перехожие работали, а в Осетии их называли сказителями. Я встречу с одним из потенциальных вот сказителей там записал свою, и, может быть, на моем канале, вот, YouTube Виктора Ефимова, она будет представлена. Это их древние инструменты, это гусли, аналог наших гуслей, потому что вот такие мировоззренческие глобальные идеи, они подавались всегда в музыкальном сопровождении. Вы знаете особые возможности музыки с точки зрения взаимодействия с нашим бессознательным. Вот. Поэтому вот эти вопросы, я хотел сегодня тоже коснуться их, только потому, что в основе истотной экономики, в основе экономики развития человека и общества лежат, конечно, базовые мировоззренческие проблемы и глобальное понимание мироустройства нашего. Ну, а если уже сказать несколько слов об отличительных таких признаках экономики, истотной, экономики развития, человека и общества, то, в общем-то, понятно и из предыдущего выступления, и из моих бесконечных рассуждений на эту тему, не знаю, как еще можно достучаться до тех уровней, которые могли бы принимать решения, что, конечно же, первооснова, первопричина всех наших бед и проблем не только в сфере перехода от мегаполисной к ландшафтно-усадебной урбанизации, но и всех остальных проблем, это, безусловно, спекулятивный способ обращения денег. Это основа основ. И будущее этой экономики, ну, вот, кстати, мне это очень импонирует, что в системе копи-купи там есть административные расходы, вполне понятные, но обращение денег, оно происходит исключительно на беспроцентной основе, я считаю, что это такая важная методологическая победа. Без перехода на новую концепцию денег, денег, которые служат всем и каждому, а не только тем, кто ими управляет, перемены какие-то реальные, серьезные, такого цивилизационного уровня, они невозможны. Хотелось бы, чтобы мы с вами, вот еще раз я хотел подчеркнуть, что основной инвестор любого проекта это то население, которое потом потребляет эту продукцию, но оно могло бы, минуя банки, купить эту продукцию пока по предоплате, то есть мы просто с вами договорились, выпускается какой-то новый продукт, человек идет в банк, а мы говорим, да вот мы по сетям здесь пробежались, у нас по крайней мере сегодня там 100 тысяч человек явным образом заинтересованы, мы вкладываем эти деньги, а потом получаем эту продукцию соответственно пропорционально своему вкладу, то есть мы, ничего не меняется, все равно эта схема так и работает, просто мы немножко отодвигаем посредников, ну и конечно же перспектива подвинуть посредника, она во многом связана с IT-технологиями сегодняшнего дня, эти технологии вот позволяют и то, что Евгений говорил, объединиться под любой проект мгновенно практически, минуя все расстояния, и в то же время потребителю и производителю быть в постоянном контакте, находить друг друга, причем находить не просто, когда нужно что-то приобрести, а находить в тот момент, пока этого еще нет, но это может появиться, и вот если в этот момент найти заинтересованных потребителей, то это и будет новая схема инвестирование. Конечно же, многие вещи такие, о которых даже нигде никто не говорит, но они очевидны, вот для меня, например, ну в моем представлении, это совершенно неправильно, когда мы объединяем в одной функции в банке расчетно кассовые и эмиссионные операции, и в то же время кредитные, рискованные операции, это же совершенно разные функции, но есть же казначейство, ну давайте его разовьем, и оно могло бы спокойно расчетными функциями то заниматься от а до я, но тогда эти бы операции были безрисковыми, а сейчас бизнес держит деньги свои, вот расчетные текущие в банках, а сколько банков разоряется, и почему человек, который ведет безрисковый бизнес, почему он-то должен рисковать вместе с банком, мне кажется, что вот вполне логично разграничить эти функции, значит, казначейство, оно могло бы вполне справляться и с функциями эмиссии денег, и с функциями всех расчетных операций в стране, а вот что касается уже операций таких, ну там сберегательно-депозитные, коммерческие, инвестиционные, ипотечные, они так или иначе рискованные, вот это банковская сфера деятельности, но не надо туда помещать и расчеты, это же тоже просто способ использования вот чужих денег для в конечном счете таких операций, связанных с финансовыми спекуляциями, конечно же, если говорить о некоторых таких очевидных переменах, которые необходимы в механизме истотной экономики, но он так достаточно неплохо, по-моему, прописан вот в монографии нашей, которая называется экономика инвестиционного развития, экономика инвестиционного развития, она уже два издания прошла, первое издание в Германии, там, по-моему, издательство было, а второе это уже издательство Концептуал, повторно эту книжечку издало, так что с точки зрения базовых таких моментов, там ведь все прописано, но я просто вот так из наиболее очевидных и значимых моментов кое-что хотел бы даже в кратком выступлении обозначить, что это, ну, прежде всего, конечно, необходимо метрологически состоятельная система измерения экономических величин, ну, какая экономика, если нет единицы измерения, любая наука начинается там, где начинают измерять, а для того, чтобы измерять, нужна единица измерения, если длина, так это метр, если, значит, вес, так это килограмм, но метр, он и в Африке метр, а у нас, в чем мы измеряем экономические величины, фикциях, потому что никто никогда вам не скажет, ни что такое доллар, ни что такое рубль, это вам завтра объявят средства массовой информации, их относительные соотношения, но разве это наука, которая не имеет даже единицы измерения, и, конечно же, эта единица измерения, она должна быть не подвержена инфляции, ну, понятно, что в истории человечества всегда ведь была привязка к какому-то конкретному носителю, хоть в чем-то надо измерять, мы говорим, ну, хоть в попугаях, но в чем-то же надо измерять, нельзя же изменять просто в абстракциях, рубль, это рубль вчерашний, или позавчерашний, или пятилетней давности, невозможно же никакую модель выстроить, не сопоставить что-то с чем-то, а вот, скажем, об энергоинварианте, о переходе от золотого стандарта обеспеченности валют, некогда существовавшим, к энергетическому стандарту обеспеченности валют, тоже сколько говорится на эту тему, ВОЗ и ныне там, но я думаю, что это вот такой тоже очень серьезный базовый вопрос, только используя такую технику можно перейти вот и в конечном счете к справедливому балансу экспортно-импортных операций, к справедливому балансу при товарообменных операциях между странами, вот, в моем-то понимании эта тема была как-то описана и в журнале Россия-Китай к приезду нашего президента в Китай, она была издана на русском и английском, на русском и китайском языке, но мне казалось бы, что вот если мы даже имеем страны БРИКС, имеем другие наши партнерские страны, ну как можно в наших расчетах употреблять валюту той страны, которая, в общем-то, так или иначе работает на то, чтобы мы никак не составляли конкуренцию этой стране, но это же очевидно, и опыт такой был, он элементарный, практически, почему об этом как-то не говорится нигде, но у нас же был опыт работы стран-членов СЭФ, переводной рубль, то есть каждая страна, вот допустим, берем сегодня страны БРИКС и другие страны партнерские наши, вводим валюту новую, за которую ничего не продается, за нее можно только купить деньги чужой страны, ну условно называем ее руань, да, вот появилась, ну если там, скажем, инициатива идейная за рублем, поддержка такая мощная финансовая Китая, да, вот, ну условно руань, да, что это за деньги? Это деньги, за которые ничего не продается, но если вы хотите что-то купить в стране, вошедшей в эту валютную корзинку, то вы просто за свою валюту покупаете руани, а потом за эти руани покупаете валюту той страны, где вы хотите приобрести товар, а после этого за валюту этой страны приобретаете там все, что угодно, но для этого не нужны доллары, для этого не нужны евро, это же совершенно очевидно, и как только появляется такая переводная валюта, которая существует только, она виртуальная, она не должна быть ни в виде бумажных денег, ни в виде металлических денег, это виртуальная валюта, которая позволяет просто трансформировать валюту одной страны в валюту другой, идея справедливого обмена, она тут же проявляется, потому что вы, конечно, можете приобретать эту валюту, только в том случае, если ваш товар тоже востребован, потому что в противном случае ваши деньги, остающиеся на счете, вот, ну, когда вы внесли на этот счет свою валюту, да, то вы приобрели руани, а дальше ваша валюта тоже должна быть востребована, значит, вы должны производить товар на этот совместный рынок. Вот, это, мне кажется, сейчас одна из таких тоже базовых основных проблем истотной экономики, это возвращение к эквивалентному товарному обмену, потому что сегодня, я давно не анализировал эти процессы, но тогда, когда отслеживал их, то среднестатистически мы всегда в товарном покрытии вывозили из нашей страны примерно в два раза больше, чем ввозили. Вот просто смотришь, когда реальные товарные потоки в ценнике, конечно, финансовом, то вывоз в два раза доминировал над ввозом. А что это означает? А это означает то, что за остальную половину товара мы получали фантики чужой страны. После этого американцы спокойно пишут в одном из учебников, значит, к счастью, мы умеем печатать доллары быстрее, чем арабы и русские качать нефть. Но это же такая очевидная несправедливость. Тут не надо быть экономистом и специалистом, чтобы понимать неприемлемость такой экономики для будущего. Конечно же, нужен переход от счетно-финансовых к организационно-технологическим балансовым подходам. Хватит нам считать наше ВВП в каких-то абстрактных рублях, которые ничего не дают конкретному человеку и народу. Если мы говорим об экономике развития человека и общества, то эта экономика должна базироваться на организационно-технологических балансах, а не на счетно-финансовых. Потому что счетно-финансовые это рубли, да, рубли, которые мы получили от выпуска водки, табака, оружия, вывоза нефти, принадлежащей нашим детям, внукам. А это вряд ли правильно, вряд ли это по-божески. Ну, еще такая важная, на мой взгляд, деталь, как необходимость, конечно, безусловная к возврату к механизмам планирования, потому что у нас либо одна ошибка, либо другая. Мы должны все-таки понять, что план это цель, а рынок это способ достижения цели. Они никогда не противостоят друг другу. У нас же то было зарегламентировано все до каждого гвоздя, то потом отпущено все без каких бы то ни было стратегических плановых ориентиров, которые позволяют сбалансировать народно-хозяйственный комплекс, чтобы страна, если мы претендуем значит на какую-то хотя бы возможность самостоятельных решений, то мы должны быть самодостаточны, но хотя бы по демографически обусловленным минимальным таким минимально необходимым потребностям. Ну и конечно же говоря, когда мы говорим о плане, план как цель и рынок как способ достижения этой цели, то понятно, что план нормальный формируется тогда, когда в государственности присутствует модуль концептуального целеполагания. вы прекрасно здесь многие из сидящих в зале знают, кто не знает там, посмотрите азбуку достаточно общей теории управления, там мы знаем, что есть семь этапов полной функции управления и первые четыре этапа это интеллектуальные функции, которые связаны с выявлением факторов среды мешающих с формированием цели в отношении этих факторов и в конечном счете с формированием сводной концепции государства оно просто обязано иметь модуль целеполагания а потом уже исполнительный модуль как помните герб древнего египта голова-то у орла одна а крыла-то два одно крыло это модуль целеполагания цель сформирована концепция сформирована она поступает к фараону древнего египта он передает это уже модуль исполнительский у нас исполнительский модуль есть кто как бы целеполагание реализует сегодня не очевидно конечно же на мой взгляд основным базовым признаком истотной экономики экономики развития человека и общества является жесткое разграничение демографически обусловленных и деградационно паразитических потребностей они никак не должны быть замешаны в одном котле если мы думаем о будущем наших детей о будущем нашей родовой генетике мы же должны жестко разграничить это товары которые заведомо ориентированы на удовлетворение деградационно паразитических потребностей то есть чем больше удовлетворяется спрос на эти товары тем больше удар наносится по нашей генетике нашего народа и они должны конечно же работать в совершенно разных условиях но кроме того мы как потребители должны понимать что любой товар который в общем-то ну не любой но большинство товаров которые проявляются при первом взгляде как товары демографически обусловленных потребностей если нарушается если у человека лишен чувства развлечения и чувства меры то этот товар становится своей противоположностью и становится уже деградационно паразитическим товаром то есть если человек не знает меру в еде то еда для него это самый опасный яд тут вот недавно мы проводили тренинг в котором участвовали Лапшинов Дмитрий такой очень интересный человек по энергетике по развитости вот духовных и энергетических возможностей человека и был Михаил Советов вот из Москвы знаете может быть школа здоровья Михаила Советова ну человек на мой взгляд самый глубокий по умению поставить правильно питание человека во имя его здоровья вот он говорит ну я вот вам могу конечно эта штука строго индивидуальная но практически 99 и 9 десятым процента я могу дать один совет который в равной мере подойдет всем ну потому что когда начинает может быть на сыроедение может быть на вегетарианство может на что там ну это все индивидуально зависит от человека и такие переходы должны производиться не одномоментно как некоторые пытаются а все-таки год-два-три когда переродится микрофлора вот говорит совет который сработает для каждого это давайте для начала попробуйте есть ровно в пять раз меньше чем вы ели до сих пор это говорит гарантированный положительный результат вот поэтому я когда говорю о демографически обусловленных потребностях то нельзя это разрывать конечно с системой образования с системой подготовки наших детей с наделением их чувством меры чувства развлечения и тогда мы действительно не будем перемалывать ресурсы планеты нанося тем самым еще урон не только планете но и человеку нужен запуск каких-то нравственно идеологических конечно но и экономических механизмов ограничения мутагенных факторов городов то есть это просто можно посчитать тоже наверное с точки зрения экономики и прибыли но горизонт планирования нужен не 10 и не 20 лет но хотя бы лет 200 300 вот если вы посчитаете значит то же самое при горизонте планирования там на 300 лет вы знаете как в буддистских традициях они говорят то как мы живем это наши предки определили а вот как будет жить после нас седьмое поколение это на нашей с вами совести вот поэтому ну вот если мы начнем планировать отталкиваясь от интересов седьмого после нас поколения то мы просто математически вычислим что сегодня нам выгоднее не небоскребы строить а развивать вот те проекты о которых сегодня так очень подробно и ярко говорил Евгений Викторович это и есть самые рентабельные проекты с точки зрения глобальной стратегии развития русской цивилизации на мой взгляд и это тоже обычная математика и обычная экономика но на долгосрочную перспективу ну вот пожалуй я так кратко может быть что хотел сказать в заключении сегодняшнего дня как я понял ну может организаторы сейчас еще скажут что-то ну может быть если какие-то есть общие вопросы но естественно не только ко мне но и докладчики они сейчас все здесь то может быть мы вместе попробуем какие-то вопросы осветить пожалуйста то что мы сможем сделать ипотеку полтора процента конечно это реальное и сомнений нет и когда президент такие заявления делает то он делает их на основании очень серьезных расчетов но вы помните прекрасно допустим 30-е годы начиная собственно ну ваш город здесь яркое подтверждение да 1929 год насколько я помню магнитогорский закладывался комбинат да но ведь таких комбинатов закладывалось ого-го 9000 подобного рода объектов было построено за 10 лет вот до 40-го года 9000 объектов а тогда вместе с магнитогорским закладывалось полторы тысячи объектов такого масштаба как магнитогорский комбинат как днепрогресс вот как челябинский тракторный как вот такого примерно масштаба полторы тысячи объектов одновременно вы что думались думаете они закладывались там вот под те проценты которые мы сегодня имеем или посмотрите постановление совета народных комиссаров он там прямо но тогда центральный банк банковские системы жестко замыкались на правительство и вот постановление которое я помню там прямо поручение прямое давалось банку обеспечить финансирование финансирование приобретение жилья работниками служащими выделить для этого сумма конкретная прописана обеспечить кредиты на 12 лет под 1% годовых то есть здесь же нет каких-то ну таких непонятных ситуаций это все история как раз говорит что это было есть и будет вполне реальным но другое дело что есть какие-то сдерживающие очень мощные рычаги надеюсь вы понимаете и я не склонен мы с вами можем говорить предлагать озвучивать но не пытаться сказать что кто-то там чего-то этого не понимает наш президент или правительство дело в том что мир устроен очень непросто вы посмотрите на трампа он казалось бы тоже президент что он может сделать ровным счетом ноль наш президент к счастью то что он говорит как правило у него получается и мы видим что глобальная стратегия у нас есть но глобальная стратегия еще предусматривает и стратегическую безопасность нашей государственности вот поэтому когда вы говорите о том возможно помните там вот эти квадратики так вот квадратик банковский конечно он достаточно силен и это не в его интересах поэтому задачка решаемая но решаемая во взаимодействии разных сил нет ну а я думаю что вот рынок недвижимости он не должен быть богом для нас да нам надо так чтобы человек а не рынок недвижимости доминировал в нашей жизни вот и здесь как раз сегодня ведь ситуация к чему сводится что жилье там и строим но те у кого есть деньги они уже давно жилье купили вот а те у кого денег нет от того что мы много жилья строим им тепло не холодно от этого вот поэтому если произойдут какие-то перемены произойдут конечно подвижки на рынках перераспределение между разными секторами там строители банки вот те пропорции которые прописаны они как-то но они не затронут в любом случае человека а тем более человека нуждающегося в жилье он от этого только выиграет пожалуйста еще вопрос про энерговалюту кило на час а мне кажется что современная криптовалюта это глобальная попытка тихой сапой подменить нефтедоллар то есть основная генерация криптовалюта это же и есть электроэнергия может быть этим самым и пытается вот такой процесс запустить на планете земля как вам кажется ну по криптовалютам там если вы заинтересуетесь вот на значит на моем канале ютуб виктор ефимов там отдельно по криптовалютам есть ну такая краткая может быть минут на 20 информация но если кратко то я скажу свое мнение так что при первом приближении кажется да что криптовалюты размывают как бы так сказать почву под банкирами снимают монополию когда появляется возможность имитировать деньги абсолютно независимо вот что называется от народа но народ кто имитирует эти деньги он тоже очень непростой да потому что сейчас мир в общем-то делят между банкирами и айтишниками да айтишники тоже народ серьезный и среди миллиардеров вы знаете что айтишники тоже присутствуют так вот я все-таки не склонен рассматривать проект криптовалют как некий проект который затрагивает интересы банкиров просто сегодня несуразность происходящего в финансовом секторе и в долларовой пирамиде настолько очевидны всем и каждому что явно будут формироваться какие-то новые тенденции процессы и вот я-то думаю что этот проект осознанно или неосознанно но реализуется совместно банковским сектором и айтишниками и в конечном счете его цель стратегическая вот поиграем в криптовалюты помайним там их вы понимаете для того чтобы выпустить энергетический рубль тоже так же как и с долларом там ничего не нужно кроме бумаги и краски а вот чтобы значит намайнить биткоин сегодня уже уходит энергия которую допустим одна из там стран Европы потребляет полностью а это же в никуда энергия уходит ради чего ради того чтобы обеспечить просто товарообмен между производителем и потребителем зачем вкладывать такие колоссальные энергоресурсы в этот процесс вот поэтому те скачки которые сегодня идут в криптовалютах и в частности биткоин вы посмотрите на кривую биткоина да и потом посмотрите на кривую скажем стоимости билетов ммм или других типичных пирамид и попробуйте там найти две разницы там разницы никакой вот я эти картинки там привожу но я не могу понять как может выступать с миссией денег тот инструментарий который абсолютно не прогнозируем я еще раз говорю я вам говорил что в моем понимании деньги их первичная миссия это мера стоимости это мера стоимости жесткая единица измерения чего-то устойчивое и не меняющееся а биткоин он способен за ночь в 2-3 раза измениться так разве это можно говорить о том что это тот инструмент который может заменить деньги нет скорее всего закончится этот эксперимент тем что банкиру скажут банкиры скажут ну вот видите ну пытались же что-то вместо евро и долларов предложить ну вот видите результат так что давайте уж довольствоваться тем что есть пока ничего лучшего придумать не удается вот такой взгляд я хотела поблагодарить вас за то что вас на южном рае на нашей земле и вам очень можно с вами поговорить вопрос такой вот смотрите я много смотрю материалов по концепции общественной безопасности вижу спикеров которые представляют ну по сути дела они наверное по лестнице ну на 5-10 квас на 10 даже наверное все-таки вверх если брать в ютубе не включая сайты знаете такой вопрос есть скажем так вылезти я вижу по стороне ну в гордом одиночестве хотелось бы видеть не только более молодых людей а вот ту корзу которая за вами стоит хотелось бы чтобы этих полян скажем так освещения получалось много на пространстве пользуясь этим моментом мне кажется что все вроде как идет хорошо но на первом конечно для скорости потому что у нас очень мало времени чтобы выркнуть этот вагон скажем так управленческой грамотности потому что вот просто смотря по людям анализируя социологически как говорят ну место где я живу да там в Магинокорске еще вроде как маловато ну я понял ваш вопрос и здесь ведь как раз сегодняшняя наша встреча сегодняшняя наша конференция я вот понимаю что каждый из сидящих в этом зале это как раз и есть тот самый пропагандист тот самый носитель идей нового концептуального взгляда на будущее нашей цивилизации и вот это тоже вопрос который в наших руках здесь же ведь это не сделаешь никакими указами приказами это можно только по зову души делать а то что вот вы правильно сказали что мы едем на первой передаче то вы знаете вот в жизни я как-то вот когда военным был лейтенантом служил на крайнем севере да то мы ехали как-то по гололеду из печенги в мурманск и вот старшина там водителя все время только на первой передаче значит спуске и потом у него однажды эта передача выскочила вот и старшина то встал на подножку уже готов был потому что там в конце спуска был такой поворот направо я сидел по центру ну и так где-то ситуация была катастрофическая вот удалось в последний момент ему все-таки как-то скорость включить вот я боюсь что сейчас у очень многих большое желание эту первую скорость выключить и попробовать так вот на газах как бы поехать но боюсь что результат может получиться такой не не очень хороший потому что та концепция в которой мы с вами живем она худо-бедно 3000 лет в общем-то действует и рассчитывать что мы ее изменим там так сказать сейчас быстрыми наскоками это не так и те кто вот верил в это они потом разочаровались в своих делах и планах поэтому на мой взгляд здесь очень важно не поспешать и я хочу всем присутствующим пожелать как раз вот такой твердости духа уверенности в том что наше дело правое что победа будет за нами но мы должны быть не связаны временем если мы будем все время поглядывать на часы то тогда у нас не получится конечного результата нас уведут куда-то вообще в сторону пойдем то быстро но потом поймем что не туда пришли мы тоже вот в свое время в семнадцатом году пошли так вроде неплохо а через 70 лет расписались то что сейчас планируется по линии новой концепции по линии концепции общественной безопасности но это уж если начинать то хотелось бы ну по крайней мере лет на 700 но уж точно не меньше вот собственно в этом вся проблема ну спасибо вам за внимание тогда я передаю слово организаторам да аплодисменты по линии пожалуйста в общем то не как как лихоньки вот и и Продолжение следует...